Красивое городское озеро, в котором можно искупаться или покормить уточек. И всё это в шаговой доступности для жителей Ленинского района. Теперь территорию вокруг Силикатного озера ещё и благоустроили. В последние недели подрядчик устранял замечания и обустраивал террасу, материал для которой поступили с задержкой. Окончательная приёмка пространства была отложена, но в целом пространство давно обрело завершённый вид. Очень хорошо, мне нравится. Я была три месяца тому назад, здесь было совсем по-другому. И вообще я тут молитвский житель. Прекрасно, молодцы сделали. Ничего не было, ни лавочек, ничего. Придёшь, там полотенечко бросишь, склупнёшься, полежишь и всё. А сейчас прям хочется здесь прийти сюда и полежать, и вообще походить. Вот мы ходим здесь с палками. До благоустройства сюда невозможно было с ребёнком прийти, потому что было очень много мусора. Ну, как-то неприятно ребёнку всё это показывать. Сейчас мы ходим сюда гулять каждый день. Кормим уточек, ребёнку очень нравится, качели. Данная зона оборудована и детскими площадками, и спортивными элементами, и лежаками для комфортного проведения своего досуга. Поэтому любое время года жители, и не только Ленинского района, но и города, могут посещать или отдыхать, или кататься. В том числе и зимой здесь работают группа моржеваний. После осмотра территории Юрий Шалабаев дал ещё несколько поручений подрядчику. У одного из элементов детской площадки уже отломали ручки. Подрядчик должен его починить. Кроме того, администрации района поручено заняться дополнительным озеленением части склона, который ведёт к воде. Силикатное озеро стало 25-м пространством, открытым после благоустройства в этом году. Значительное количество оставшихся пространств в самой высокой степени готовности. Где-то ждут поставки ограждения, где-то ещё каких-то элементов, где-то дополнительные высадки зелёных насаждений, и жители уже могут их посещать. Два пространства будут сделаны с задержкой. Это Сквергордейский в Каналинском районе и бульвар «70 лет октября». Там оказался недобросовестный подрядчик, с которым расторгнуты соглашения, примены штрафные санкции. Тем не менее, эти два Сквера мы тоже в этом сезоне, конечно, сдадим. Глава города также отметил, что благоустройство парка Кулибина по вине подрядчика пришлось частично перенести на следующий год. Сейчас там заменили освещение, поставили новые лавочки и урны. Высвободившиеся средства направят на благоустройство 14 городских дворов. Ольга Абрамова, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова